С вами канал Карелия, всё рыбалки и не только. Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. По поводу отдыха пишите на страницу ВКонтакте. Самое интересное впереди. Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Вот сегодня у нас Наталья Анатольевна решила спечь рыбник. Да, Наташ, рыбник будет? Вот. И ещё будет ягодный пирог, да, с брусникой? Наталья Анатольевна. Я тебя припью. Вот так. Вот смотрите, как это делается. Ох, наверное, вкусный будет. Рыбник из лососа, кусочками мелко нарезан, с луком подсоленый чуть-чуть. Рыбка не целиковая, а в селе. Так вот масло ложится, сливочное. Так вот сейчас будет раскатываться что, вверх, да? Наталья Анатольевна. Лёнь. Понял. Ну я тебе скажу, что я пироги пеку не так. Вы с братом пироги все делаете так. Вы всё делаете с братом не так. Скажи одно, а какая температура запекать ты будешь печь? Двести градусов. Двести градусов. А по времени сколько пирога там стоит? Ну, на полчаса. Ну, то есть оно ещё будет смотреть же, да, готовность? Поглядывать, конечно. Зарумянится так вот, включаешь. Пирог у нас в лососе. Ну, вот единственное, вот мясо в лососе, ну, это, наверное, перед нерестом, вот оно не совсем красное почему-то. Он всё-таки лошает вот так. Он становится чёрным, и мясо становится вот такого цвета. Вот так наверх открывается. А он сразу в печку или он должен ещё постоять? Сейчас постоит. А, для чего что постоял? Чтобы тесто растоялось немножко, поднялось. Он поднимется как бы чуть-чуть. На дрожжевое? Дрожжевое, дрожжевое. Да, вы не Ираида Кузенкова. Почему? Ну, с вас слова не вытащишь. Угу. А эти надрезы для чего? Ну, для бабушки, так сказать, сделать. А, и бывает же, что ещё отверстие как-то текает, да? Я знаю, что ты не так делаешь. Ну, что сделаешь? Вот так. Красота прямо. Вот это раскатываем на брусничник. Будет пирог с брусникой сладкий. А, его сразу впрут не надо делать, да? Ну, делать надо впрут. Да. А, и тот же, тоже протный был. Я внимательный. Ха-ха-ха. Боже ж ты мой-то. Фоторепортер. Фоторепортер. И тоже так же, это самое, 200 градусов, да? Ну, да. Ну, 25 градусов. А, бруснику, ты как-то просто ягоды или как-то тут? Ягоды, просто ягоды, сверху песок и всё. Нет. Ну, поверьте, я такие пироги ел. Это просто обалденная штука. Что рыбник, что пирог. Рыбники я ещё не пекал. Не, ну, не только. Ну, такие рыбники я имею ввиду. Твой, нет. Эксперимент. Эксперимент, да. Знаешь, Наташа, я тебе скажу, талантливый человек. Он талантлив во всём. Ха-ха-ха. Ты Сава, Леонид Владимирович. Чего-чего? Чего-чего. Ха-ха-ха. Карельские пироги. Большие. А бывают ещё маленькие пирожки, да? Можно ватрушки печь, да? Ватрушки печь, да? А, это большой пирог. И рыбник большой. Ну, не маленький. Ну, рыбник не маленький. Или небольшой. Ну, и не маленький. Ну, вот он готов. Вот брусничка. Не поверите, друзья, в этом году брусники у нас вообще нет. Не то, что не урожайный год, а её нет вообще. С чем это связано, даже никто не знает. Ну, были такие года, но хоть как-то где-то было. Тут вообще нигде ничего нет. Морозов же не было как бы особых. Выместить она не могла. Ну, вот, говорят старики, что это циклы какие-то. Так что брусника, если честно сказать, куплено. Где-то в южном районе есть. Вот мы на трассе в Петрозаводске ездили, купили ягод. Вот такую бруснику. Потому что без ягод никак. Без брусничных пирогов. Что-то особенно в этом году полюбились, да? Ну, когда нет, так и любится. Так обычно всегда сами собираем. И у нас очень бывает много ягод, очень. Это же ягод мелковатые. Ну, да. Их немного надо, да? Очень много. И тоже надо постоять ему, да? Ну, конечно. Пока духовка нагревается, пускай постоял. Она у тебя уже включена, да? Нет, не включена. Духовку у нас тут газа нет. У нас электродуховка. Попа в пороге. Специально для пирогов купили, да? Да, кстати, она не только для пирогов печка. Я вам покажу потом. И курицу запекали, и дичь, и рыбу, все что угодно. Все, да? Теперь только постоите в печь, да? Да. Ну, все, быстро. Прям, вообще. Вот такая печь, если вам видно. Вот она устанавливается. Тут устанавливается и температура. Время, да? Время. Домик какие надо. Что еще? Терни какие надо. Вот такая. Ага. Вот такая. Да. Вот такая вот печка. Приличная большая электропечь. Уже пекли. В общем, все четко. Наша, Сатур. Перед тем, как поставить печку, надо смазать. Это яйцо. Просто яйцо взбитое, да? Просто взбитое яйцо. И будет. Что у нас будет? Этот пирог. Нет. Для чего смазывается? Корочка румяная. Ты же говорила, ладно тебе? Вот такие домашние пироги. Наверное, у каждого есть воспоминания. Домашние бабушкины пироги. Нас внучки очень любят. Бабушкины домашние пироги. Вот так вот. Все она нагрелась. И все. Минут двадцать и пирог готов. Пока я тут по работе отлучался, ездил на озеро. Вот и пироги поспели. Вот такой ягодник. Рыбник с творогом даже получились. Ооо, красота какая. Так, вот это вот лосос соленый. Вот он. Вот свежепросоленный. Вот сугудая сделали. И икра. Так что сегодня мы гуляем. И еще уховарец. Уховарец. Снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Так горячим хлебом пахнет доми нашим. И бежит куда-то под горой река. Продолжение следует.